Всем привет, меня зовут Павел Куксенко, я являюсь сооснователем и президентом Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Сегодня в рамках продолжения рубрики «Юрис на час» мы поднимем такую тему, которая волнует многих. Многие задают вопрос или наоборот игнорируют его, считая, что это не самая важная процедура в аукционах по банкротству. На самом деле на это стоит обращать внимание и здесь есть свои тонкости. Давайте разберем тему, как платить задаток. Согласно действующему законодательству, при вхождении в электронные аукционы предполагается взимание платы в виде задатка. Данный порядок предусмотрен Гражданским кодексом, 127-м федеральным законом и рядом других нормативно-правовых актов. В чем суть, коллеги, и для чего это нужно? Дело в том, что для участия в аукционах по банкротству, в частности, будем рассматривать именно их, предполагается выражение своей воли, то есть подтверждение серьезности своих намерений оплатой задатка. Очень часто наши братья-аукционные брокеры спотыкаются в этом вопросе, элементарно не успев оплатить задаток. Давайте разберем, куда платить, на чей счет, каким образом это работает и какие здесь есть нюансы и особенности. Итак, коллеги, очень важный пункт не промахнуться с задатком и направить его именно туда, куда предполагает публикация о торговой процедуре. В карточке торгов всегда мы можем видеть на электронной торговой площадке специальный счет, куда необходимо направлять задаток. Очень многих инвесторов, и в том числе и брокеров, очень часто пугает момент, что я должен отправить задаток на счет самого банкрота. Друзья, в этом ничего нет страшного, в этом нет ничего абсолютно предрассудительного или опасного, уж тем более дело вот в чем. Арбитражный управляющий, когда приходит в процедуру банкротства, он берет под контроль все активы должника банкрота, начиная от скрепки, заканчивая его активами за пределами России, но и также он берет под контроль все его банковские счета и вправе распоряжаться ими для целей реализации своих задач, для целей проведения процедуры банкротства, для расчетов, для принятия средств в качестве задатка, полной оплаты, ну и ряда других функциональных задач, которые возлагаются на арбитражного управляющего. Задаток направляем на тот счет, который указан в карточке торгов, в том объеме, который предполагается и прописан в публикации о торговой процедуре, в карточке торгов. Если написано, что задаток составляет 20% от начальной цены, значит мы направляем 20% от начальной цены. Хотя на сей счет есть противоречивое мнение со стороны судебной практики, которая говорит, что взимание задатка в размере 20% от начальной цены недопустимо. Есть подобное решение, мы его обязательно прикрепим к данному видео в самом низу, оно будет, посмотрите. Там черным по белому написано, что взимание задатка в размере 20% от начальной цены является не совсем законным. Дело в том, что направление задатка от периода, когда мы работаем на публичном предложении, вот это актуальная информация и именно на это мы можем уповать. Но мы говорим о бизнесе и очень часто, коллеги, вместо того, чтобы спорить, вместо того, чтобы потом судиться, ходить обжаловать действия без действия арбитражного управляющего, гораздо проще соблюсти то, что написано в торговой процедуре. Очень часто бывает так, что арбитражные управляющие каких-то нюансов не замечают, не следят за тенденциями законодательства, делают по наитию или так, как кто-то им подсказал и так далее. А вообще, насколько я знаю, очень многие арбитражные управляющие пользуются услугами своих помощников. И эти помощники не всегда тоже компетентны. В этой связи, уважаемые соратники, будьте бдительны, не дайте себя обмануть и будьте корректны при оплате задатков. Очень важный нюанс, еще один, о котором не могу не сказать. Задаток мы рекомендуем направлять за 3 дня до подачи заявки, без учета выходных. Если вы направляете задаток в пятницу и рассчитываете на то, что задаток будет зачислен к понедельнику, это не факт, что произойдет, поэтому лучше всего направлять его в четверг. Также важная рекомендация, направлять задаток всегда до 12 часов по московскому времени. Почему так? Дело в том, что операционный или банковский день у нас считается в разных банках по-разному. У кого-то до 2 часов дня, у кого-то до 3 часов дня и так далее. Так вот, общая рекомендация всем, до 12 часов по московскому времени желательно оплачивать подобного рода задаток, коллеги. Также при формировании квитанции обращайте внимание на то, чтобы была синяя печать об исполнении со стороны банка. То есть, когда вы направили задаток, у вас в личном кабинете, например, в онлайн кабинете, отражается синяя печать на квитанции о том, что ваш задаток проведен и отправлен. Очень часто арбитражные управляющие, и в принципе об этом можно договориться, не обязательно, чтобы видели денежные средства у себя на счету. Им достаточно получить платежку о том, что вы денежные средства направили, тем самым подтвердили серьезность своих намерений для участия в торговой процедуре, в аукционах по банкротству в частности. Также рекомендация, я на это лично обращаю внимание всегда. Если я отправляю задаток на банк, какой-то мало мне известный, который находится где-то в очень-очень отдаленных регионах России, то это верный знак к тому, что нужно опасаться за свои деньги. Если речь идет о больших суммах задатка, то я бы, собственно, 300 раз подумал, направлять ли. Потому что были ситуации, мы с ними, к сожалению, сталкивались. Благо у нас в команде подобных ситуаций не было, но я от сторонних брокеров это узнаю все чаще и чаще, что они направили задаток, а у банка отозвали лицензию. Подобные ситуации тоже имеют место быть в нашей практике, к великому прискорбию. Очень часто арбитражные управляющие говорят, что мы не знаем, мы тут ни при чем, у нас лицензии у банков отзывают в Центральный банк, предъявляйте претензии в СВ, в Центральный банк, кому хотите, только не ко мне. Но мы возвращаемся к 127-му федеральному закону. В частности, статья 110, пункт 15, коллеги, здесь черно-по-белому прописано. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Иными словами, уважаемые соратники, после того, как вы поучаствовали в аукционе и волею судеб вы не выиграли, к примеру, арбитражные управляющие или организаторы торгов обязаны вернуть вам задаток в полном объеме в указанные сроки. В законе нет какой-то звездочки, нет какого-то упоминания, за исключением тех случаев, если у банка принимающей стороны отозвали лицензию и так далее. У любого СРО есть страховой фонд, деятельность арбитражного управляющего застрахована и так далее. Короче, в законе нет ни единого упоминания о том, что в случае, если там что-то внешние факторы сыграли как-то не в нашу пользу, то арбитражный управляющий освобождается от возврата вам задатка, либо у него есть какие-то законные меры отсрочить возврат данного задатка. Поэтому, если вам подобное говорят, знайте, что действия арбитражного управляющего можно будет оспорить, они незаконны и противоречат действующему законодательству, в частности, 127-му федеральному закону. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. С вами был Павел Куксенко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жми в колокол. Пока, увидимся скоро.